В округе провели турнир по футболу. За новогодний Кубок Гэлакси поборолись команды из Люберец, Краскова и Тамилина. Вместе с болельщиками за матчами наблюдали мои коллеги. В соревнованиях участвовали четыре юношеские команды. Игроков поприветствовали руководитель ветеранского футбольного движения Владимир Малахов и советский российский футболист Юрий Гаврилов. Легендарный полузащитник «Спартака» давно следит за развитием футбола в Люберцах. Сейчас восстанавливается после тяжелой болезни, но поддержать молодежь не мог не приехать. Сегодня у нас хорошие условия. Видите, какой зал, которого раньше у нас и не было. И всегда здесь были хорошие команды и торпеда, и турбмаш, из которых вышли хорошие бутболисты, которые играли в высшей лиге. Уже через год эти мальчишки смогут играть в любительской лиге, а дальше – большой спорт. Декабрьский турнир проходил по упрощенным правилам – по пять человек от каждой команды. Продолжительность матча – 20 минут. Первыми вышли на поле «Томининский урожай» и клуб «Красково». Кирилл Кишкунов, играющий в защите, подарил красковчанам шанс на победу. Я хотел, чтобы моя команда после моего гола стала лучше играть, потому что, мне кажется, мы как будто казались немного неуверенными. А уже, когда я забил, наша команда окрепла духом, и мы начали хорошо играть. Иван Воронцов впервые вышел на поле, когда ему не было и шести. Восемь лет играет в защите, но в непростой ситуации готов закрывать и другие позиции. Первый гол нам дал уверенность в себе, чтобы продолжить дальше игру. Но нам чего-то не хватило в конце. Я думаю, что мы не были собраны, у нас не было командной игры, мы играли каждый сам по себе, и из-за этого мы проиграли. Теперь мы соберемся после первой игры и покажем хорошую игру, чтобы показать болельщикам, что мы сюда приехали, чтобы побеждать. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу «Красково». Во второй игре встретились «Звезда» и «Галакси». По результатам турнира лучшие команды сразились в финале. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.